здравствуйте дорогие друзья меня зовут дмитрий карапенко в сегодняшнем видео давайте с вами поговорим немного о таком очень важном моменте как начать учить английский язык мне самому то есть взрослым не ребенку никому то мне самому существует очень много людей которые в зрелом возрасте хотят начать учить английский в основном их жизнь выставляет начинать учить английский причем причем всего несколько все практически все случаи можно свести к основным нескольким причинам или это путешествие за рубеж человек хочет лучше общаться лучше понимать английский так далее чувствовать себя более комфортно либо ему нужно будет ехать на работу и сдавать какой-то тест экзамен собеседование так далее тут мотивация намного возрастает говорит человек уже начинай у него начинает немножечко уже он на лист uhific уже не может надо что-то делать причем делать еще вчера войска еще уже сошел через месяц собеседованийitte начинается когда жарят виды что наличиг whatever king не cél он если щас у года вы ей знают нам сыisia quality Ondagevanya надо что делать 39 долларов в lifts love him сети Кстати, честно говоря, по статистике, тут я ни при чем с моим субъективным мнением, по статистике, эта причина самая низкомотивационная, и человек в большинстве случаев как надувается, так и сдувается. То есть, я встречался неоднократно с людьми, которые, я буду учить английский, я хочу, почему бы не поучить, это развитие, это классно, я буду развивать на английском, и так далее. Проходит полмесяца, месяц, максимум все, человек сдувается. У него другие жизненные обстоятельства, его отвлекают от английского некогда им, в общем. То есть, он не хочет напрягаться. Значит, первая причина это путешествие за рубеж, вторая причина может быть на работу, контракт на работу и так далее. Третья причина для саморазвития, да, четвертая очень распространенная причина это учеба за рубежом. Тут в основном подростки, юноши, молодые люди, они хотят поступить, у родителей хватает финансов их поступить в Канадский университет, в Польске и так далее. И надо ребенку сдать тест. И, соответственно, начинается опять катавасия. Если время много, хотя бы в годика два, и ребенок что-то соображает, то классно, тогда все идет плавно. Он ходит к хорошему репетитору, тренируется сам. Если же люди надумали через месяц сдавать тест, а ребенок в школе учил по учебнику, не буду говорить какому, в смысле автора, в общем, если это можно звать учебником, и опять начинается паника. Надо что-то делать и так далее. Частенько год теряется, потому что ребенок тест не сдает на тот балл, который надо. Учит дальше, через годик сдает. Или через два. Кто ищет, тот да найдет. Кто старается, тот да получит. Еще бывает, люди учат английский, потому что хотят замуж девушке за иностранца, чтобы хоть как-то его понимать, чтобы хоть что-то нормально сказать, борщ описать на английском. Надо учить английский. Итак, мы с вами вкратце немного с фимуром описали несколько причин. В принципе, с одной стороны, можно сказать, что причина не имеет значения, все равно надо осваивать. С другой стороны, причина имеет решающее значение, потому что мотивацию еще никто не отменял. Ваша мотивация – это 80% вашего успеха в английском, как, наверное, и в любой другой сфере, в чем-то новом, что мы учим. 80% не будет мотивации, не будет английского. Поэтому, прежде всего, перед тем, как начать учить английский, наш фундамент, наша такая база, станина номер один, мы находим себе причину, которая будет нас толкать вперед, потому что иначе рассосется эта мотивация на ровном месте. Мы просто поленимся каждый день перебивать в английском. Если вы думаете, что вы уникален или уникальна, дай бог да, может и уникальна, но, скорее всего, мы с вами попадаем в общую категорию населения, и поэтому, если не будет нас что-то толкать, подталкивать, не давать нам спать, не давать нам есть, думать об английском, мы его бросим. Поэтому находим мотивацию. Например, я, к примеру, вам только говорю, тут какие-то международные тесты, такие как TOEFL, правильный на английском TOEFL, IELTS и другие. SAT, их там целая линейка. Если вы раньше с ними не стыкались, то эти названия вам сейчас ничего не скажут, поэтому не будем ни хивников. Итак, сдать тест. Например, я желаю через год или через два сдать на хороший балл английский тест TOEFL или IELTS, и тогда этот сертификат вам может помочь. Во-первых, найти работу более высокооплаченную, какой-то, например, представительство международной фирмы. Это довольно реально, потому что там люди понимают, что такое тест TOEFL, IELTS, о чем он свидетельствует. Если у вас хороший балл за этот тест, то, по идее, у вопросов у работодателя возникать не должно. Вам устроят какое-то собеседование формальное, но, имея хороший балл, настоящий, заслуженный за этот тест, вы это собеседование пройдете. Не легко, конечно, попереживайте, но пройдете. Итак, например, мы говорим, я хочу сдать тест. Это будет на споталке, который будет. Даже можно, к сожалению, нет такой регистрации на тест за год или за два, там обычно за месяц, за полтора. Если бы она была, то это было бы вообще классно. То есть вы регистрируетесь, деньги платите, деньги вам возвращаться не будут. То есть, ну, все-таки там 200 долларов, там тест 150 долларов, все-таки оно что-то, деньги потрачено, нас оно будет двигать вперед. Если не тест, то уже определяйте, пожалуйста, свою мотивацию сами. Там, эмигрировать, да, я хочу сменить место жительства, выйти замуж и так далее, и так далее. Для иностранца какая-то такая причина, которая будет вас вдохновлять. Я думаю, если вы захотите, вы ее найдете, прочувствуете. Итак, для начала мы нашли мотивацию. Это самое главное. Я решил начать осваивать английский. Так, теперь второе. Смотрите, само слово учить. Оно несет в себе небольшой оттенок принуждения и какого-то самопожертвования. Я его стараюсь вообще не применять. Может быть, в названиях аудио, видео и так далее я употребляю слово учить, изучать, потому что большинство людей к нему привыкли. И дабы сильно там не умничать, не философствовать, то я говорю учить. Но давайте посмотрим на такую интересную, такую закономерность. Мы с вами все время что-то учили в школе, например, учили математику, физику, биологию, учили что угодно. Обычно нас заставляли что-то зубрить, решать какие-то задачи, что-то запоминать. В каком столетии до нашей эры римляне где-то там надавали по одному месту каким-то грекам, да, потом как это все применилось, в какую дату и так далее. Абсолютно не нужна информация для развития. Абсолютно. И поэтому на слово это учить, оно ассоциируется с какой-то негативный, такой, оно имеет небольшой негативный аспект. А вот эти маленькие аспектики, мелочи и составляют наш успех или не совсем успех. Поэтому давайте слово учить постараться заменять на слово овладевать. Ну, дольше произносить, зато оно как-то звучит более нейтрально, более приятно кем-то или чем-то овладеть, да. Вот мы стараемся овладеть английским. Итак, мы нашли мотивацию, потом начинаем овладевать. Здесь какие у нас есть три основные опции. Давайте будем, да, будем, я вам еще раз напоминаю, все, что я говорю, это я говорю из своего опыта, не претендуя на какую-то там истину и так далее. У вас, может быть, своя точка зрения, это прекрасно, у вашего репетитора по английскому, его или ее точка зрения, это шикарно и так далее, и так далее. То есть я говорю только то, что я сам знаю, вижу, чувствую, на опыте, на самопробовом. Если я цитирую кого-то, я вам скажу, что я цитирую кого-то, то есть кто-то там из преподавателей, известных лингвистов, или еще кто-то там что-то сказал. А так, то есть я говорю вот себя. Поэтому не надо ни в коем случае воспринимать мои слова как некую такую истину, панацею и так далее. Пробуйте, экспериментируйте, доверяйте только себе, своей интуиции. Итак, у нас три основные опции, как учить английский. Первый, это пойти на курсы. Вот в любом городе много курсов английского. В большом городе их несметное множество. Итак, мы идем на эти курсы и начинаем учить английский в группе от 5 до 8 человек, до 7. Вторая опция, это заниматься с репетитором. Слово репетитор, я думаю, все знают, репетитор, по любому предмету эти репетиторы распространены. Их тоже, их как неудивительно, гораздо больше, чем курсов, да, в 25 раз. Это, наверное, в 50. В городе с населением, допустим, я родился и живу в городе с населением 300 тысяч человек, я думаю, что у нас репетиторов пару тысяч. То есть, каждый, там, 50-й репетитор. И третий вариант, это начать учить английский самостоятельно, по какому-то курсу или по какой-то своей методике, своим каким-то подходам. Это все очень и очень ответственно, с одной стороны. С другой стороны, друзья, чего нам переживать? Какой, я ни к чему веду, если вы вдруг ошибетесь, и почувствуете, что вы начали учить английский каким-то одним образом, да, а потом вы чувствуете, что-то оно вам не дает, не так оно, не так, как хочется, да, ничего страшного, поменяли способ, перешли на другой. Пошли на курсы, не понравилось, пришли к репетитору, надоел репетитор, поменяли репетитор, опять надоел какой-то недалекий, да, поменяли третий, вообще какой-то тиран, маньяк, да, и так далее, так далее, все, надоели мне эти курсы, репетитор, и буду сам. А вы за это время чуть-чуть же напитались, хоть чуть-чуть, ну, что-то там, то от курса, то от репетитора, да, и тут вам попался вдруг какой-то курс для самостоятельного изучения, вау, вы дома себе по вечерам сидите, наслаждаетесь, плюс начинаете потихоньку слушать какие-то новости на английском, что-то пытаться читать, и развиваетесь, развиваетесь. То есть переживать не стоит, по большому счету, что вы ошибетесь. Но все-таки я буквально сейчас озвучу пару своих таких мыслей по поводу того, как, где начать учить, вот одна из этих трех опций, да, лучше как это сделать. Я, конечно, понимаю, что сейчас, скорее всего, навлеку на себя, ну, не гнев, а сердитость очень многих владельцев курса английского. Я сам, в принципе, у меня курс английского, но я давно не провожу групповые занятия, потому что они, ну, это отдельный разговор, я провожу индивидуальные, вот, и, в принципе, у меня тоже такие маленькие курсы английского. Но есть же большие курсы, такие маститые, знаменитые и так далее. На основании моего опыта я вам хочу сказать, что изучение английского в группе, особенно на первых парах, да и на последующих, это самая низкоэффективная опция, то есть выбор, который вы можете сделать. Почему? Дело в том, что английский очень любит ваше участие, да, то есть то, что вы на уроке, на этом занятии, у вас было много, то есть вы много говорили, вы слышали, но слышали в таком, как бы, взаимодействии с преподавателями, но говорили как можно больше. Если преподаватель много говорит, а вы мало, это не урок, это лекция, да, а так как в вас в группе сидит 6-7-8 человек, как ты не крути, какой преподаватель будет стараться, как он или она там не старается, вы будете говорить очень мало по времени, потому что, например, занятие, например, полтора часа, 90 минут, два академических часа, эти 90 минут, дай Бог, если вы поговорите, 10 минут, потому что у вас же 7-8, да еще преподаватель, да еще пока открыли учебники, да еще пока почитали, что там перевели, помозговали, отдохнули, посмотрели в окно и так далее, тому подобное, тут кто-то зашел в дверь, открыл, что-то еще преподавателя спросил, то есть что-то принебаты привезли, то есть что-то, в общем, и в результате вы, ну, про воду, конечно, я преувеличиваю, а вот насчет ваших коллег, которых там 8 человек, это однозначно, вы не сможете выговориться, а на иске нужно, чтобы выговаривались, спрашиваясь, как вы можете прогрессировать в английском, мало разговаривая на английском, да, это все равно, что как можно преуспеть в тяжелой атлетике, поднимая штангу по 5 минут 2 раза в неделю, да, ну, наверное, вряд ли, так и здесь, это самый такой вот этот негативный нюанс, не то, что курсы сами по себе, я считаю, что они какие-то не такие, они прекрасные, идея, самая прекрасная, задумка прекрасная, но первый самый главный их недостаток, это то, что 8 человек или 5 человек в группе, вы не успеваете выговариваться, вам не успевают уделить внимание. Второй такой важный нюанс, когда группа и учебники, получается стандартизация, то есть, ну, невозможно, как вот учитель в классе, там у него 30 человек сидят, так и две группы, пусть не 30, но 7-8, учитель не может настроиться на каждого индивидуального, и каждый из нас разен, разен, да, так и разен, мы отличаемся, поэтому, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то лучше пишет, кто-то лучше читает, кто-то туго воспринимает, до кого-то долго доходит, но как дойдет, то уже на всю жизнь, да, потом не вышибешь, кто-то все улавливает, оно потом у него через полчаса все высыпается, да, из него, ну, и все разные, учебник один, учитель один, подход один, как? Спрашивается, можно добиться эффективности, если мы все разные, а подход унифицирован, поэтому, это второй, и, наконец, третий, конечно, там не третий, а намного больше, сами учебники, абсолютно большинство курсов используют учебники, учебники классные, создатели, мировые, и так далее, и так далее, они обновляются каждый год, потому что это бизнес, они все прекрасны, но, во-первых, они стоят денег, вы будете штамп платить, но это такое дело, бывает, вам выдают учебники, я ни в коем случае не советую вам экономить, но учебник, хотите что-то в жизни шикарное, типа английского, надо вкладывать, ни деньги, так время, никуда от этого не денешься, и так, ну, на учебники потратить раз, и учебник один и тот же, для каждого, для каждого, то есть, кого-то из нас в глубине души интересует биология, кого-то из нас собачки, кого-то котики, кого-то машины, и так далее, учебник один и тот же, там написано один и тот же диалог, для всех восьмерых, которые сидят, спрашивают, можете ли вы быть заинтересованы на 100% в том, что там написано прядом, потому что не совпадет, скорее всего, не совпадет и все то, что там написано с нами, не срезонирует, ну вот, пусть простят меня, пожалуйста, руководитель курса, уже немного, но факт есть факт. Второй способ, репетитор, это очень, конечно, очень важно и так далее, тут очень многогранный вопрос, я вам так скажу, репетитор это лотерея, я даже на сайте anglos.ru, там писал об этом, репетитор это лотерея, вы выиграли, если билет, вам попался талантливый репетитор, вы, как носите, в шоколаде, да, вот, вам повезло, попался вам какой-то, ограниченный тиран, значит, вы отбросили себя в этом английском, там, на какое-то время назад, потому что у вас будет заложен неправильный фундамент, то плюс еще, так называемая языковая травма, потому что он вас будет критиковать, там, заставлять что-то учить, а если вы не выучили, он на вас будет кричать, или ругаться, и так далее, или вообще, не дай бог скажешь, что вы вообще недалекий какой-то, и все, это мозг, это все воспринимает, мозг начинает английский, а английский авторгать, а нам этого нельзя допускать, ни в коем случае, в кратком видео поговорю некоторые критерии, по моему опыту, по моему мнению, как репетитора найти себе, как определить, какие признаки, характеристики у него могут быть, и то, это все очень-очень расплывчато, поэтому рекомендации друзей имеют огромное значение, но учитывая, по-моему, вот я смотрю, сколько склонность часто наших людей, почему-то к мазохизму определенному, то в плане репетиторов, то есть, чем он более жесткий и строгий, тем им это более нравится, я не приемлю такого, я демократ сам по себе, как насчет преподавательства, так и насчет, так, чтобы меня учили, поэтому мне неприемлемо, то, чтобы на меня ругались, что мне объясняли, что что-то не то делали, точно так же я стараюсь и к своим ученикам относиться, и это дает обалденные результаты, поэтому репетитор это лотерея, или выиграл, или не совсем выиграл, если не совсем выиграл, надо иметь мужество репетитора поменять, третий способ, это начать изучать самому, слава богу, есть много курсов и так далее, аудио, видео, есть чуть-чуть эффективные, есть более эффективные, большинство абсолютно неэффективные, если вы сам абсолютно, большинство из них неэффективные, потому что средний человек, он просто не сможет, он не справится, потянуть, если он букв не знает, а большинство курсов с этого не начинается, они начинаются, они пытаются погрузить, автор пытается погрузить человека в английскую среду, даже привлекая к этому языконоситель, и так далее, все-таки записывают кучу видео, но наш человек, например, простой человек, там, сварщик, Ему нужно это учить, ему нужно сдавать собеседование, чтобы поехать в Канаду работать. Донаток все включил, эту глупость, посмотрел пять минут и выключил. Пошел и сказал супруге, знаешь, ну эту Канаду я такой бред не буду учить. Поэтому, чтобы не превысить лимит времени для Ютьюба, насколько мне известно, я не технариваю-то, я не вникал, если влезет так это видео, то я вам хочу сказать, что по моему опыту самый эффективный способ, самый эффективный, это второй и третий вместе. Это с талантливым репетитором и с использованием высокоэффективного курса. Тогда вы через три месяца уже с нуля почувствуете классный результат. В случае с репетитором талантливый и курс, который репетитор будет использовать не только этот курс, он будет использовать разные материалы, но также этот курс, который вы дома можете спокойно прорабатывать, периодически с репетитором согласовывая, проверяя свой успех, то есть эти лехи, как вы там продвигаетесь. Это будет самый классный вариант, по моему мнению. А так все три могут принести вам классный результат. Только ж не все так просто. Поэтому, если вам позволяют финансы и свободное время, то моя вам рекомендация, найдите талантливого репетитора, и совместно с ним вы найдете тот курс английского, который вам в наибольшей степени подойдет и который вам поможет. И тогда все случится, быть вам английским говороном, да, все у вас получится, будете вы разговаривать на английском, как на родном. Мы эту тему еще продолжим в других видео. Друзья, с вами был Дмитрий Карабенко. Благодарю вас за внимание. Красивого вам английского. До свидания.